Сессия, которая посвящена доверию как фактора экономического роста, как одновременно как фактору, как инструменту. Конечно, после вчерашних событий, возможно, какие-то вопросы нашей дискуссии будут касаться вопроса того, как меняется отношение населения, отношение бизнеса к доверию, в том числе после смены правительства, как влияет этот фактор в разных странах. И участники нашей дискуссии Алексей Кудрин, председатель счетной палаты Российской Федерации, Герман Греф, президент-председатель правления ПАО «Сбербанк», Майкл Вулкок, ведущий специалист Всемирного банка, Пол Полман, основатель и председатель компании «Имэджин», но одновременно он возглавляет сейчас международную торговую палату. Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, один из самых больших специалистов у нас в стране по доверию, и Эско Эхо, старший советник Восточного офиса финской промышленности, который был премьер-министром Финляндии в 1991-1995 году. И также в нашей дискуссии участвует Андрей Никитин, губернатор Новгородской области. Я хочу поприветствовать, пожалуйста, наших спикеров. У меня есть первый вопрос к залу сразу. Вот завтра кто считает, что за текущий год, в 2019 году, доверие к Общественным государственным институтам в России выросло? Ни одного смельчака? Нет, я думаю, что это была рука в попытке найти человека. Завтра выйдет рейтинг доверия населения к Общественным государственным институтам Эдельман Траст Барометр. Мы узнаем, был ли прирост какого-то доверия, но сразу могу сказать спойлер, что Россия там на последнем месте из стран, входящих в этот рейтинг. На 28 месте там не очень большая выборка, и, конечно, это достаточно определяющий фактор. Мы благодаря Полу, который выступил с инициативой сделать более интерактивную дискуссию, попробуйте поставить, пожалуйста, слайд, сменьте. Значит, пожалуйста, возьмите ваши смартфоны, у вас будет время проголосовать, пока будут выступать первые спикеры в дискуссии, а потом Пол прокомментирует результаты голосования. Но чтобы нам успеть набрать достаточно большое количество вашего мнения, да, если можно, сфотографируйте сразу цифры, которые там есть, 68, 52, 24, и поделитесь ими с соседями, потому что этот слайд мы будем вынуждены сейчас убрать для выступления. Наверное, пока Алексей Ленич будет выступать, можно его оставить, чтобы коллеги успели зайти в Менте и воспользоваться возможностью голосования. Теперь я покажу вопрос. Вы называетесь menti.com, вводите эти шесть цифр и попадаете на вопрос, который Пол предложил проголосовать, потом прокомментировать. Он связан с глобальным контекстом, потому что одним из больших факторов доверия в целом является проблема в том числе социального неравенства. Вот если сглаживание социального неравенства отвечает интересам большинства, то почему политики, которых мы выбираем, не ставят это своим приоритетом и не готовы решать эту проблему? Я говорю, что вопрос поставлен в глобальном контексте. В первую очередь мы с Полом дискутировали США и Великобританию. Тем не менее, каждый может проголосовать так, как считает нужным. И варианты ответов. Политики не понимают остроты проблемы и ее растущего значения в долгосрочной перспективе. У политиков хватает других проблем, кризисов и неравенства не в приоритете. Политики не верят, что можно системно изменить ситуацию с неравенством. Нет, четвертый вариант, нет серьезной социальной поддержки у реальных действий по созданию равных возможностей. То есть выбирают тех, кто не будет делать ставку в программе на решение проблемы неравенства. Ну и пятый вариант, политики осознанно игнорируют проблему. Пока вы будете голосовать, я хочу для открытия дискуссии такой затравки предложить Алексею Леонидовичу Кудрину в целом рассказать о своем отношении к проблемам доверия. Вы много раз ее, Алексей Леонидович, поднимали на разных форумах, в разных обсуждениях. Вот сейчас, как вы относитесь к вопросу доверия относительно экономического роста, ну и, наверное, доверия государственным институтам тоже? Спасибо. В оценке деятельности, будь то правительства, экономической политики, я, как правило, все-таки базировался на реальных шагах правительства. Но шаг за шагом, к нынешнему времени, я считаю, что позиция или оценка доверия к проводимой политике является одним из краеугольных факторов успешности политики, адаптации этих механизмов, этих реформ. Я к этому сейчас вернусь. То есть я считаю, что тема нашей сегодняшней панели очень важна. Но как раз сошлюсь снова на данные Дельман Траст Барометра, на которые вы тоже ссылались. И скажу последние данные, прошлогодние точнее еще, новые мы узнаем, наверное, в ближайшие дни. И вот если в 2018 году, последние данные, по которым есть, по сравнению с 2017 годом, по 26 странам, которые он определяет, доверие в целом к институтам этих стран росло, то Россия, к сожалению, была среди тех, у которых доверие к институтам падало. Среди лидеров, где растет, идут сейчас Китай, Индонезия, Индия, это наши прямые конкуренты, даже в нашей группе по доходам на душу населения, они близки к нам, это развивающиеся рынки. Поэтому нам целесообразно было бы себя сравнивать и с ними. Они умеют добиться повышения роли этих институтов у себя в обществе. У нас второй год мы занимаем последнее место из 26 и падение на 7% по этим факторам. Этот рейтинг состоит из четырех позиций. Доверие к НКО, где в России мы упали на 2 пункта, доверие к бизнесу упали на 7 пунктов, доверие к государству упали на 10 пунктов и доверие к СМИ упали на 9 пунктов. Вообще-то, можно сказать, это критическая ситуация. Я бы подытожил этот анализ. Если бы мы сейчас самую правильную программу реформ определили, и правительство заявило, что оно будет точно имплементировать, и даже своевременно и настойчиво, то если оно не имеет доверия на стартовые позиции, то успешность этих реформ обречена. Потому что всегда нужно принимать шаги, которые могут кому-то быть неудобны. И общество должно быть уверено, что в конечном счете, через несколько шагов выиграют в среднем все. Но кто-то все равно, видимо, потеряет перераспределение ресурсов, акцентов, приоритетов, бюджета. Они всегда от них кто-то выигрывает. Но в целом общество должно быстрее развиваться, жизненный уровень должен быстрее расти. В этом смысле, я привожу пример всегда, нашу проблему перехода к адресной помощи бедным. У нас вообще-то в стране выделение ресурсов на социальные нужды, одно из самых больших в мире, 11% ВВП. Из примерно 34-36% ВВП, которые вся государственная финансовая система аккумулирует. 11% социальная поддержка. А если посмотрим, что это за трансферты по социальной помощи, то они, только 20% из них доходит до бедных. И тем самым мы, получается, вот эта громадная социальная помощь не попадает по назначению. Можем ли мы чуть-чуть переспределить? От общей поддержки целой категории населения больше ее сконцентрировать на социально нуждающихся, тем, кому нужнее она. Но это у кого-то снова, может быть, отобрать. И получается, что такого рода меры невозможно, по сути, провести. Это у кого-то вызовет недовольство. И оно может быть чувствительным или критическим. Поэтому, ну и также в любой экономической реформе, когда, допустим, сейчас нам нужно больше конкуренции, это значит более, в общем, кто-то пострадает в этом. Нам нужно перестать поддерживать слабые предприятия, неэффективные, потому что они тянут всех. Нам приходится им больше дотации давать. Давайте уменьшим дотации, но в целом эффективность экономики повысится, но целые предприятия важнейшие могут пострадать. Поэтому доверие является важнейшим элементом. Поэтому я недавно даже где-то сказал, что давайте у правительства будет специальная программа, которая демонстративно покажет, что правительство наметило и сделало. Причем будет по самым ключевым критическим позициям идти важнейшим для бизнеса, в первую очередь, или для населения. Это вот с одной стороны. Второе, хотел бы отметить, что сменяемость правительства, власти, лидеров является важнейшим элементом повышения доверия. Потому что есть выработка уже своих институтов, то есть своих программ, есть усталость, есть невыполнение отдельных обещаний. И новая команда всегда приходит с новыми идеями, она получает поддержку своей программы, получает мандат на проведение этих реформ. Поэтому вообще то, что в законодательстве многих стран обязательно записано по сменяемости, особенно в рамках в том числе политической конкуренции, сменяемости правительства, это важнейший институт поддержки доверия. И у нас, к сожалению, он не работает в полной мере. Вот вчера произошедшая смена правительства, честно сказать, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться, что лидер, который вчера был предложен правительству, он более чувствует сегодня ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства. Мишустина я имею в виду, Михаил, который на важнейшем направлении взаимодействия с бизнесом стоит, и сумел отработать определенные механизмы администрирования налогов. Они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса. И одновременно он чувствует вот тот нерв цифровизации и значение вот этих новых технологий для развития всей экономики, что, на мой взгляд, тоже очень важно. Там целый ряд и вот такого рода факторов говорят о том, что у нас сегодня больше надежды стало. И в предварении целого ряда реформ. Почему я и считаю, что сегодня у нас появилась надежда. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всем всегда хочется надеяться на лучшее. Я вот попрошу поставить презентацию Александра Александровича Узана. Вы один из самых, наверное, больших действительно специалистов по доверию. Но прежде чем передать вам слово и попросить рассказать о том, как вы сейчас оцениваете ситуацию с доверием в мире и в России, я вот вспомнила, пока Алексей Леонидович выступал, мы как-то проводили фокус-группы, которые оценивали отношения населения на фокус-группах к такой мере. Недавно она снова обсуждалась. Это отмена НДФЛ для бедных и повышение НДФЛ для остальных. Первая реакция всегда на это у людей положительная. О, да, правильно, так надо сделать. Но поскольку это фокус-группы не опрос, через 10-15 минут фокус-группы, они начинают задумываться, а вдруг нас посчитают богатыми? А вдруг именно нам повысят НДФЛ? Именно у нас? То есть никто не верит в том, что он попадет в бедные, но все верят, что точно как-нибудь правительство сделает так, что лично все-таки с них соберут больше налогов и начинают эту меру сразу оценивать критически. То есть буквально 15-20 минут – это такой переворот мнения. Это вот как сложившаяся история, генетически обусловленная наша недоверие к власти, еще что-то. Сан Саныч? Можно первый слайд? Уважаемые коллеги, вообще для чего нам доверие-то нужно? Этот слайд, он очень ярко показывает то, что нужно нам в России, хотя это работа двух известных французских экономистов, Алжана и Каю. Они исследовали, как связан валовый продукт на душу населения, GDP per capita, с уровнем доверия. Вот это расчет, что если бы в соответствующих странах уровень доверия был как в Швеции, Швеция один из лидеров межличностного обобщенного доверия, доверия тому, что другой человек может быть твоим партнером, контрагентом. Вот если бы уровень доверия был как в Швеции, то в Англии, Германии, Чехии всюду был бы выше валовый продукт на душу населения, но в России, заметьте, он был бы выше на 69%. То есть в полтора раза увеличить валовый продукт на душу населения, то, что макроэкономисты считают невозможным, в принципе можно, если мы в состоянии в два раза поднять уровень доверия. Мы в два раза отстаем от Швеции в доверии одного человека к другому. Причем, почему тут экономика-то, в чем она сидит? Это силы трения в экономике, трансакционные издержки. Если вы не доверяете, то нужны залоги, адвокаты, поручители и так далее, и так далее. Знаете, как сказал предприниматель в 90-е годы, российский, он сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как стопроцентная предоплата. Если у вас недоверие, значит у вас это получается довольно дорогая схема. Можно следующий слайд? Можно ли поменять доверие? Потому что Мария задает правильный вопрос. Может это у нас в крови? Может с этим ничего не поделаешь? Я сейчас буду говорить не о доверии правительству, не о институциональной доверии, а обобщенной, межличностной. Потому что институциональное доверие – это одна из производных и инструментов того доверия, которое существует между людьми. Так вот интересные данные по близнецам, по генетическому анализу. К сожалению, такие вещи, как интеллект, на 80% сидят в генетике. Это неприятно. Даже наши политические и религиозные воззрения на 25% определяются генетически. А вот доверие всего от 5 до 20% в генетической составляющей. То есть в основном это внешние факторы. Доверие поменять можно. За счет чего? Можно следующий слайд? Вот это карта доверия мировая. Чем темнее свет, тем выше доверие. Что интересно, есть два рода лидеров доверия. Швеция, Северная Америка, Австралия – это один сорт. А другой – Китай и Египет. Арабские страны вообще во многом. Что это означает? Понимаете, откуда в принципе по механизму берется доверие? Есть такая в теории игр дилемма заключенного. Когда двое сидят в тюрьме, и если ты первый сознаешься, то ты выйдешь, а второго, наоборот, с большим сроком посадишь. А если оба будут молчать, то оба, может быть, выйдут из воды сухими. Эта дилемма была сделана Ренткорпорейшн для случая войны СССР и США, доверять, не доверять. А потом оказалась важным инструментом экономистов. Что самое правильное? Самое правильное – доверять. Доверять выгодно. Но при условии, что фиксируются ваши шаги, и есть некоторый гарант, который это делает. А гарантов может быть два. Это либо институты, как работающие законы, суды и так далее, и так далее. И это случай Швеции и Северной Америки. Либо культура, когда окружающие говорят, нельзя вести себя по-другому. И тогда мы получаем случай Китая или Египта. Заметьте, это не всегда дает экономический эффект. Доверие не всегда плодотворное. В Швеции доверие выше, чем в США, но воловый продукт на душу населения там не самый высокий. Поэтому весь вопрос в том, как вы сочетаете ту и другую культуру и институт. Можно следующий слайд? Как бы сказать? Мне как ученому этот слайд нравится, а как российскому гражданину мне вот, как бы сказать, обидно за свою страну. Вот бывшая союзная республика, Эстония. Она сумела совершить скачок в доверии. Тот самый скачок в два раза. Здесь два способа измерения. По европейскому измерению ценностей, по волковой лесовой, по мировому измерению ценностей. Но менее чем за 20 лет скачок в два раза. Вот как им это удалось? Я могу сказать, конечно, культура меняется медленно, институты могут меняться быстро. Они меняли институты. Но они институты примеряли к культуре. Они взяли не институты Финляндии, которые, казалось бы, по языку ближе. Они во многом использовали германские институты, которые больше подходили к ценностным установкам эстонского общества. И вот эффект. Кстати, экономические показатели Эстонии тоже чрезвычайно высокие. Поэтому, если позволите, на этом я бы сейчас закончил. Потому что во втором туре я хотел бы ответить на вопрос о России. Да что делать в этих условиях? Что можно сделать у нас в родной стране? Спасибо. Спасибо большое. Конечно, всегда надо составлять интригу. Но, вы знаете, вот вы упомянули дилемму заключенного. Но не рассказали ее до конца. Да, ведь там же ситуация такая, что один выйдет, если только второй при этом промолчит. А если оба скажут, то сядут оба, и никто не выйдет. Поэтому помните про статью 51 Конституции. Но, наверное, здесь вопрос еще в том, что ориентируясь на другого человека, ориентируясь на то, как вы будете выстраивать в сложных ситуациях, которые любят изучать теории игр, свое поведение, будете ориентироваться на такие вещи, как репутация, как социальный капитал, как такие подобные вещи, которые позволяют тоже, ну, как бы, вносить свой вклад в доверие. Поэтому мой следующий вопрос, у нас так получилось, что такая первая сейчас часть дискуссии будет более установочная, попросить, соответственно, Майкла Вулкака рассказать о том, насколько сильно социальный капитал влияет на доверие и влияет на развитие страны. И если получится, то сравнить вот эти характеристики на том, есть ли существенная разница в экономических показателях стран в зависимости от доверия. Добрый день, коллеги. Большое спасибо за приглашение. Я расскажу коротко об идее социального капитала. Вы, наверное, слышали об этом. Возможно, не слышали. Это такое широкое понятие. О нем рассуждают уже более ста лет различные ученые. ОСР приняло определение несколько лет назад. Это некие нормы, понимание, взаимосвязи, которые обеспечивают коммуникацию и общение внутри различных групп. Итак, это различные процессы, которые объединяют людей и помогают им делать вещи, которые они могли бы делать в одиночку. Социальный капитал считается таким же активом, как наши знания, образование, ресурсы, технология, машины, оборудование и земля. Все это ресурсы. Поэтому ресурсы могут быть разными. Но сила современной экономики заключается именно в людях, в человеческом капитале, в кадрах. Они способствуют росту благосостояния. В некоторых странах люди работают сообща, эффективно. В некоторых странах этого не происходит. Поэтому социальный капитал помогает снизить стоимость любого процесса. Вот, допустим, летите вы в Новую Зеландию. Вы летите на самолете, и нужно проходить систему безопасности, металлодетекторы и так далее. Вам нужно пройти. Ну, просто представьте, сколько денег пришлось потратить, даже чтобы пройти на безопасность здесь, на гражданском форуме. Тоже металлодетектор и так далее. Ну, хорошо, вот я поехал в Новую Зеландию. И я приехал в Новую Зеландию за неделю до теракта, который произошло. Хорошо. Ну, вот произошел теракт. Дальше. Какова ситуация? Нужно ужесточить безопасность, не пускать никого, или продолжать жить, как они раньше жили. И, понятное дело, что вы можете ощутить ценность и уровень социального капитала только после таких жестких, ужасных мероприятий. Понятное дело, что есть социальный капитал между людьми, двумя людьми, между группами людей. Между нами и группами людей есть мы, а есть они. Итак, каким образом мы будем взаимодействовать? Вот в этом и заключается социальный капитал. И, кроме того, речь еще идет между... О том, как взаимодействуют обычные люди и люди власти. То есть здесь уже мы говорим об иерархии, не горизонтальной, а вертикальной. И здесь речь идет как раз о том, каким образом власть осуществляет свое взаимодействие с нами. И здесь есть множество возможностей для манипулирования. Одна из ключевых характеристик страны, которая является зрелой в точке зрения социального капитала, как я уже говорил, вот здесь представлена в цитате, Кристофер Бейли, историк, писал, что ваше общество становится социологически благосклонным. Неважно, из какой вы религиозной группы, хорошо выглядите или нет, все эти характеристики неважно. Просто доверяете человеку на неком внутреннем уровне. А если вы поедете, скажем, в Попуановую Гвинею, у них 820 официальных языков. Поэтому там очень жесткое деление, очень сложно добиться некого общего определения того, что означает житель Попуановой Гвинеи. Поэтому это две крайности. Одна страна, где все доверяют друг другу, и другая крайность, это там, где люди вообще даже общаться друг с другом не могут из-за языкового барьера. И поэтому там уровень доверия будет низким изначально. Это две разных планеты. Очень сложно... В этих странах по-разному осуществляются такие вещи, как открытие бизнеса, женитьбы. Это касается всех аспектов жизни. Следующий слайд, пожалуйста. Это все общие идеи. Хорошо, если пытаться их измерить. Пытаться как-то использовать их в реализации мер политики. Вот пару лет я поучаствовал в исследовании по доверию на Ближнем Востоке. Там уже часто проходят войны, люди постоянно недовольны. Мы попытались учесть это в исследовании. Каким образом все это можно измерить? Как можно оценить уровень доверия в обществе? Один из способов это посмотреть на восприятие качества государственных услуг. Больницы, школы, ужасные дороги. Все это то, с чем люди сталкиваются каждый день. Может быть, они не такие интересные, но это то, с чем сталкиваются люди ежедневно. И можно измерить, довольные или недовольные люди государственными услугами. И в целом плохие дороги, длинные очереди в больницах, плохое образование снижают уровень доверия. Поэтому, если вы хотите повысить уровень доверия, нужно все вот эти обычные, рутинные государственные услуги улучшать. Если люди воспринимают, что их социальный капитал, или их связи важнее, чем ваше образование, то, значит, доверие снижается. Если вы знаете правильных людей, если у вас есть блат, если вы называете правильные фамилии, то, значит, не все так хорошо в вашем обществе. И если людей нанимают на работу по блату, а не по знаниям, ну, это значит, что уровень доверия низкий. Но самое худшее – это коррупция. Когда люди во власти употребляют своим положением в корыстных целях, работают не в интересах людей, а в своих интересах. Ученые сталкиваются с этой проблемой множество лет. Но по-прежнему у нас нет ответа. На самом деле, это одна из фундаментальных проблем. И она обычно как раз и снижает уровень доверия в обществе. Кроме того, мы постарались посмотреть на эффективность доверия, вот именно в качестве актива и вклада доверия в экономическое благосостояние. Вот слева, посмотрите, страны с низким уровнем доверия. И здесь вклад доверия в экономику низкий, поэтому нужно зависеть от других вещей. И поэтому здесь высокие транзакционные издержки. И поэтому открыть бизнес очень сложно. И поэтому неэффективно. А справа прям противоположные. Смотрите, внизу Швеция и Дания. Очень высокий уровень социального капитала. Но примерно половина, их вклад, вклад доверия, примерно половина всего национального благосостояния. Это речь идет о доверии правительства, доверии институтам. Россия примерно то же самое, как и Португалия и Литва. 20 процентов. Вот такой вклад доверия в национальное благосостояние. Слишком высокий или слишком низкий? Не знаю, есть другие страны, где доверие гораздо ниже, чем в России. Поверьте мне на слово. Но не важно. То есть у вас 30 процентов еще можно нагнать, для того, чтобы оказаться на тем же уровне, что бы Швеция или Дания. Представьте, если бы вы повысили уровень доверия, насколько богаче вы стали бы. Поэтому недоверие оказывает огромное воздействие, просто подрывает национальное благосостояние. И последний слайд. Есть еще один способ оценить социальный капитал и важность. Ну, можно посмотреть, каким образом общество реагирует на негативные факторы. Война, какие-то природные катаклизмы. Каждое общество реагирует по-разному. Интересные исследования Даниэла Олдрича. Он посмотрел, насколько сплоченными оказываются общества при реагировании на конкретные катаклизмы. Не буду вдаваться в детали, но самое главное. Если общество готово к этим проблемам и эффективно реагирует, то это как раз общество с высоким уровнем социального капитала. Просто задумайтесь над этим. Почему люди так делают? Потому что социальные связи важны? Или, может быть, мы пытаемся понять, каким образом эти социальные связи носят вклад в национальное благосостояние? В любом случае, как бы вы ни думали, доверие лежит в основе всего. И, рассуждая об экономической политике, о повышении благосостояния, доверие всегда остается в центре внимания. Это очень важный аргумент. Большое спасибо. Спасибо большое. Результаты голосования, которые я попрошу сейчас прокомментировать Пола. Мне придется их озвучить, потому что там нет английского, к сожалению, перевода. Но вот я, слушая сейчас все выступления, вспоминала, как часто вы вот Герман Оскович говорите о том, что очень сложно управлять тем, что ты не можешь измерять, что какие-то вещи. Вот все говорят, надо повышать уровень доверия, но я даже вот сейчас насчитала за эти выступления 4 или 5 вариантов измерения доверия. И у меня всегда возникает вопрос, насколько это управляемая история, поставить там, например, цель правительства по повышению доверия, насколько это бы уложилось в критерии SMART. Но я вот к вам вернусь, может быть, даже и чуть-чуть с этим вопросом, после того, как Пол прокомментирует результаты, и ответит еще на один, тоже в том числе близкий вам вопрос. Но на первом месте у нас оказалось, что политики осознанно игнорируют проблему. За это высказалось больше всего людей. На втором месте то, что политики... Так, тут была большая конкуренция. Политики не верят, что можно системно изменить ситуацию. И на третьем, с отрывом в один голос, что политики не понимают остроты проблемы. Ну, то есть тут оговорки на любой вкус. Можно сказать, что большинство все-таки считает, что политики осознанно игнорируют эту проблему. Ну, а другие еще, что не верят, что можно системно эту изменить ситуацию. Но вот кроме неравенства, и вообще в целом вопросы того, в том числе доверия, это часто разница между словами и действиями. Вот Алексей Леничевич тоже сказал, что хорошо бы, чтобы была такая программа, по которой можно было бы прямо видеть, правительство пообещало, сделало, пообещало, сделало. То есть когда добивается результат. У нас часто такие вопросы, разница между словами, действиями увязана с вопросами корпоративной, организационной культуры. И как реально понимать, что вот культура организации, органа власти, управленческая культура лидеров страны в конце концов поменялась и действительно помогает создавать это доверие. Но, наверное, сначала все-таки про результаты голосования. Я поверю вам на слово то, как вы мне сказали, потому что я по-русски читать не могу. Но меня ничего не удивляет. Второе, политики игнорируют. Первое, политики не игнорируют, а второе, политики не верят. Правильно? Да? Потому что я сейчас прокомментирую, а потом, ну, Алексей Леонидович уже говорил об уровне доверия, которые необходимы, и о изменениях в правительстве, но свежей крови, свежих идеях. Понятно, что доверие снижается и снижается быстрее, чем ожидается. И даже страны, которые раньше занимали высокие места в Великобритании, после всего того, что произошло, а я там прожил какое-то время, сейчас она вторая с конца. Итак, реляция, которая очень убедительно показывает опрос уважаемого агентства Адельман, демонстрирует, что да, действительно, есть однозначная связь между неравенством и доверием. Ну, можно, если, конечно, говорить, спорить даже о том, что первично, как, знаете, в известной дилемме про курицу и яйцо. Но тут понятно, что есть связь. Можно, конечно, еще поговорить и об общем доверии, или социальном доверии, о котором говорил мой коллега, вспомнить историю с счастьем. Но для меня важным, кажется, Таис о том, что именно после кризиса 2007 года стало понятно, что с текущей системой терпится образный моральный кризис. Ну, поскольку нынешняя система приводит к излишнему потреблению, и при этом в распределении благ, которые она продуцирует, участвуют далеко не все. Неоднократно слышал такие утверждения. Наверное, в основном это было, конечно, в Западной Европе и в США, но, другой стороны, на них находится значительная часть мировой экономики. Так вот, люди говорят, мы понимаем, что происходит. Банки слишком большие, чтобы им можно было позволить накрыться медным тазом, а люди слишком мелки, чтобы хоть кого-то беспокоить. Неудивительно, что в таких условиях размывается доверие и к государству, и к институтам. И грустно, конечно, то, что затраты, связанные с этим неравенством, на самом деле растут по всему миру. Здесь можно было бы много разных стат данных смотреть, но раз мы в России, я посмотрел статистику по России, поверьте, в США мы бы увидели очень похожую историю. Вот, скажем, в США около 60 миллионов человек в США живут так, в общем, сводят концы с концами, что дополнительные расходы в размере буквально 400 долларов уже их выморозят. И что-то похожее мы с вами легко можем увидеть в большинстве стран мира. И разница между развитыми и развивающимися странами с этой точки зрения минимальна. Здесь уже упоминали и проблемы неравенства, отсутствие доверия, коррупции. Неудивительно, что эти проблемы так тесно связаны друг с другом. Мне кажется, что раз у нас такая большая здесь аудитория собралась, правильно было бы провести какой-то интерактив. И вот ваши ответы показывают достаточно высокий уровень апатии. Мне кажется, здесь правильным провести определенные параллели с тем, что происходит в области изменений климата, где тоже общество демонстрирует очень высокий уровень апатии. И похожую картину мы с вами увидим в области кибербезопасности, адаптации социальных институтов к меняющим силу технологических причин и условиям и так далее. Я вот смотрел данные по России, не знаю, может быть, они во всем верны, но вот написано в моей информации, что 40% нынешних граждан России живут беднее, чем они жили в советское время. И далеко не все могут себе позволить товары первой необходимости. Тут трудно, конечно, говорить о хоть каком-то уровне доверия. Ну, опять же, наличие достаточно большого числа регионов, которые не сводят с концами самостоятельно, зависит от регионов-доноров. Здесь, очевидно, нужно найти какое-то решение, сделать условия этой игры, если так можно сказать, более равными для всех участников. Ну, только что я уже назвал несколько важных проблемных тем, будь то кибербезопасность, изменение климата или что-то еще. Это, безусловно, проблемы планетарного масштаба, и вряд ли одна страна смогла бы их самостоятельно решить. Здесь не могу не вспомнить определение безумия, данное Эйнштейну, которое говорит, что безумие, когда вы делаете одно и то же, рассчитываете на разные результаты. И здесь кажется, что мы с вами не можем, ну, можем, но это немножко глупо, пытаться решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Здесь, очевидно, нужно подниматься на уровень надсистемы. Мы в основном говорили об изменениях климата и неравенства. Это лучшие в данном случае примеры, самые яркие. Но ведь есть и примеры, может быть, чуть меньшего масштаба, которые тоже, очевидно, не работают, потому что поменялись мировые системы. Я вот 10 лет управлял компанией Unilever. И я хорошо понимаю, что компании такого масштаба, скажем, с 44-го года, когда была спроектирована британ-вудская система, свои стратегии, свои принципы операционного управления, успели поменять раз 10-15. И логично было бы ожидать, что то же самое происходило в международных организациях, в странах, но там происходит что-то совершенно иное. Здесь можно, конечно, как-то цинично отзываться о политиках и говорить, ну как, так много всего хорошего произошло. Действительно, за последние 20 лет, не знаю, миллиард людей вышел за пределы нищеты, поднялся выше уровня бедности. Однако мы вступили в новую эпоху, и можно предположить, что в следующие 15-20 лет на политической арене будет трудностей больше, чем возможности. Если нужно искать новые модели, для того, чтобы реализовывать какие-то большие инициативы в области, скажем, борьбы с глобальным потеплением, потребуется около 3-5 триллионов долларов. Это только на первый взгляд кажется, что это огромная величина. На самом деле, в целом, да, если мы найдем эти деньги на реализацию цели устойчивого развития, мы сможем сэкономить те огромные деньги, которые и сейчас стараемся просто на борьбу с последствиями того, что, в общем-то, не работаем по программе ЦУРов. И в этом мне видится какое-то позитивное будущее на наши следующие 10 лет. Здесь важно наладить, конечно, эффективные взаимодействия и с частным сектором, и с гражданским обществом, что позволит, среди прочего, не только повысить эффективность проводимых мероприятий, но и снять определенные политические риски. Мне кажется, именно это мы сейчас наблюдаем в области борьбы с климатическими изменениями, где частный сектор уже занял очень активную позицию и делает больше, чем делают национальные правительства, многие из которых все еще находятся в своеобразном парализованном состоянии. Здорово, что и гражданское общество, и частные компании поняли, что невозможно выжить на нашей планете, если мы всерьез не возьмемся за эту декарбонизацию. Мне кажется, что общее направление для нашего движения уже более-менее всем понятно. Главное здесь набрать необходимую скорость и выстроить какую-то инфраструктуру для эффективного партнерства, а это и требует как раз того самого доверия, которое зарабатывается определенным моральным порядочным поведением в том числе. Я читал очень хорошую книгу, посвященную, собственно, тому, как происходит эволюция гусеницы, которая, знаете, сначала съедает так много, что дальше, в общем-то, вынуждена превращаться, ну, собственно, окукливаться, да, и только после этого может переродиться. И там работают какие-то специальные клетки, которые, с одной стороны, защищают кокон, защищают гусеницу до ее перерождения, а с другой стороны, и способствуют этому самому перерождению в бабочку. Мне кажется, что нам нужно больше правильных лидеров. И любая современная религия, любая из крупных религий, это уж точно, учит нас одной и той же максиме обращаться с другими людьми так, как нам хотелось бы, чтобы они обращались с нами, и в этом смысле нужно, конечно, помимо других людей, в эту максиму включить и нашу планету. Будет здорово, если этими принципами будут руководствоваться те, кто управляет странами, те, кто управляет отдельными компаниями, это поможет здорово повысить уровень доверия. И, в общем, нам в этих условиях нужно больше лидеров и больше деревьев. Спасибо. Спасибо большое, Пол. И, возвращаясь совсем уже применительно к вопросу доверия от климата, Герман Оскарович, вот у меня такие три вопроса, которые связаны между собой вам. Вот эта дискуссия привела ли вас, например, к мысли, вот я бы так сформулировала, измеримо ли с вашей точки зрения доверие, и может ли оно быть поставлено как цель для правительства, для крупной организации повышения доверия. Соответственно, надо ли целенаправленно улучшать доверие, а если да, то что надо именно делать? Спасибо большое, Мария. Если можно, я начну все-таки. У нас панель должна привести к тому, что мы все-таки на какую тему подискутируем. Я позволю себе не согласиться с своими коллегами. Начну, наверное, с дилеммы заключенного. Помянута она здесь к ночи была, на самом деле, потому что дилемма заключенного – это хороший пример того, как математически нельзя доверять как раз. То есть самая выгодная модель поведения – это недоверие. И там есть продолжение всей этой истории, конечно, но если ты доверяешь, а твой партнер не доверяет, то ты получаешь длинный срок, твой партнер выходит. И только в том случае, если вы оба не доверяете, то вы оба получаете более-менее такой срок. Это плохая история. Это Чарльз Дарвин, это человек человеку враг, и рациональное поведение – предательство. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что я ходил с этим вопросом. Вот, Мария, здесь вы лучший специалист, чем я. Когда мы ввели в законодательство сделки со следствием, я посмотрел статистику, что у нас 70 или 80 процентов уголовных дел… Это особый порядок, да? Да. Просто признание вины, да. …заканчивается как раз вот этой вот самой историей, где математически доказано, что ее применять нельзя, особенно в условиях культуры такой, которая есть у нас. То это, конечно, удивительная история. Тем более, в целом ряде стран на основе дилеммы заключенного эта норма не имплементируется, потому что страдают, в первую очередь, безвиновные. Оговорить, первый, кто оговаривает своего соучастника по преступлению, виновный, он первым оговаривает, потому что ему выгодно это сделать. Он боится доказать своей вины, а невиновный он не признает вину и в результате получает самый высокий срок. И это серьезнейшая проблема для нашей страны. Вот я думаю, что если вы просто начали говорить, Александр Александрович, об этом, я думаю, что эту тему надо бы поднимать и как экономистам, и как юристам, потому что с такой ДН, которая есть у нас, с таким уровнем доверия, который у нас есть, применять такого рода инструменты, которые не характерны вообще для нашей культуры, которые составляют 70-80% приговоров сегодня, это катастрофа просто. Какое количество невиновных людей оказывается потом, и о каком доверии потом можно говорить речь, вести речь к судебной системе, к правоохранительной системе и так далее. Это большая проблема вообще. А недоверие к судебной системе – это одна из системных проблем вообще экономики в целом. Если нет доверия к такому важнейшему институту, как судебная система, то дальше можно ничего больше не обсуждать. Поэтому я просто извиняюсь, я вышел на эту тему, потому что, на мой взгляд, это серьезнейшая законодательная проблема, которая должна быть решена. И те люди, которые когда-то этот механизм писали в российском законодательном, они точно не понимали, что такое дилемма заключенного. И это нужно исправлять, иначе доверие к правоохранительной системе восстановить будет невозможно. Второе, знаете, Алексей Ильич начал говорить в отношении того, что мы как бы все время занимаемся перераспределением. Это правда, игра с нулевой суммой. Наша политика зачастую приводит к недоверию, потому что мы все время играем с нулевой суммой. Мы у кого-то что-то хотим забрать и кому-то при этом отдать. И оптимальность политики по Паретто не достигается никогда. Тебе всегда кто-то не доверяет, потому что у кого-то что-то забираешь. Конечно, оптимальная политика, если говорить о макроэкономике, это та политика, которая достигает какого-то оптимума, которая расширяет поляну, а не приводит к перераспределению. И, к сожалению, почему, мне кажется, очень серьезная история с недоверием у нас складывается в последнее время, потому что мы все время ожидаем новых перераспределительных инициатив. Что у тебя что-то отберут, тебя повысят НДФЛ для того, чтобы кому-то снизить, и у тебя повысят где-то там акциз или какой-то налог для того, чтобы кому-то сделать счастье. То есть счастье все время за чей-то счет. И это приводит к тому, что мы неосознанно сталкиваем различные группы населения. Мы воссоздаем почву для недоверия к политике институтов и правительства в первую очередь, и мы создаем, мы сеем недоверие внутри. И вот это очень большая проблема. Первое, нужно ли с этим иметь дело, и можно ли с этим иметь дело, и можно ли это измерять. Очевидно, первое, я согласен с тем, что это одна из ключевых проблем для макроэкономики. Но я хочу сказать, что это одна из ключевых проблем на уровне корпоративного управления в том числе. То, с чем я имел дело, когда мы работали, строя макроэкономику страны, я ровно с тем же столкнулся на уровне корпорации. Здесь проявления разные, но в принципе проблема остра и там, и там. И доверие твоего клиента, доверие внутри твоей команды – это ключевой фактор твоего успеха. Если тебе клиент не доверяет, то это страшно. Ты не можешь долго пробыть в бизнесе, ты не можешь долго пробыть в политике, если тебе твои клиенты, твои граждане не доверяют. И если нет отношения доверия в твоей команде. Тогда издержки, вот эта внутренняя дезинтеграция внутри команды, они настолько высоки, что, так же, как и общественные издержки. Хорошая история с Новой Зеландией, где там можно не закрывать дома. Но вот эта внутренняя дезинтеграция внутри команды при отсутствии доверия, она никогда не приведет к эффективно построенной системе управления. Теперь, как с этим можно бороться? Знаете, я вспомнил эту фразу, кто-то из африканских ученых сказал, что у нас хардвэ демократический, а софтвэ авторитарный. Вот, и здесь, знаете, можно, конечно, лес полушел, да, можно про лес говорить, можно ли изменить, можно ли нам превратиться в шведов, ребят, но это, конечно, можно ли мышкам стать ежиками, это из этой серии. Но, коллеги, это во многом, конечно, культурный код. Это во многом культурный код, мы не можем стать шведами, как бы мы не поменяли хардвэ, мы останемся русскими. И у нас, в нас зашит код, и мы одна из самых пострадавших наций в течение 20-го столетия, мы потеряли порядка 70 миллионов человек за 100 лет, мы пережили там две гигантские войны и так далее, и так далее, и потеряли страну на всякий случай, в котором мы жили. Можете вторую нацию такую привести? И когда европейцы все время говорят, ребят, ну чего вы не такие, как мы, мы говорим, а мы, а чего вы не такие, как мы, вы переживите то, чего пережили мы, а потом мы с вами поговорим. Ребят, ну надо как-то делать скидку на это, культурный код разный. И мы все, здесь сидящие, или подавляющее большинство, за исключением женщин, мы все родом из Советского Союза, мы родились в другой стране, мы родились в другом строе, в другом культурном коде. И, ну нельзя вот раз в воздухе перевернуться и стать шведами. Это из области просто анекдота, и смешно об этом говорить, это обсуждать не надо даже. Если вы не понимаете специфики страны, вас нельзя допускать к управлению. Мы не можем поменять культурный код, мы не можем вырастить деревья из кустарника, мы можем поливать его каждый день, опрыскивать и так далее, и так далее, но он кустарник. Ты из него не вырастешь тайгу, это такое, все это хорошо, экология хорошо, но мне кажется, что адекватность в постановке задачи и в реализации такой задачи, это задача номер один для экзекьюторов, для политиков, ну или для управленцев. Ученые хорошо не могут мечтать, там на 69% можно повысить ВВП за счет увеличения доверия, нужно помнить про вот эту всю историю. Теперь, что с этим можно делать? Ну, вы знаете, часто задают вопрос, если у тебя прекрасный специалист, но у него софтвер немножко устаревший, да, вот у него хардвер все хорошо, он великолепный, там, не знаю, там, трейдер или софтвер инженер, но он, то, что мы называем, он value destroyer в команде. С ним работать это катастрофа, он разрушает все ценности в команде. Мне не нужен никакой золотой специалист, если мне он value destroyer, я его уволю. Если он не очень хороший специалист, у меня есть шанс его научить, но перестроить его внутренний ДНР, внутренний код, где, я не знаю, у него все, обычно это начинается с детства, конечно же, у него мама не додала там тепла, любви, воспитания или еще чего-то, а мы его тут должны быстренько-быстренько во что-то там перековать. Дешевле уволить, чем перековать. Поэтому я не верю в такие вот какие-то быстрые трансформации, это нереально. И, конечно, когда мы говорим о создании команды, нужно подбирать людей с соответствующим культурным кодом. Есть еще один важный параметр, когда мы говорим про доверие, это индекс дистанции власти, да, Александр Александрович? Мы страна с очень высоким индексом дистанции власти. Это тоже нельзя не учитывать, это нельзя сломать. Мы не швецы, в швеции индекс дистанции власти один из самых низких в мире. И эта история совсем не про нас. Теперь, что с этим делать? Да, вот мы, на самом деле, я мучился долгое время, и я пришел к выводу, что самый главный министр правительства, это министр образования. И сейчас это говорю. Самый главный министр правительства, не министр финансов, не министр экономики, это министр образования. Причем не высшего образования, а среднего образования. Потому что этот министр закладывает основу вот этого самого культурного кода. Вот президент сказал, впервые, на самом деле, я его слышал, может быть, раньше как-то не обращал на это внимания, но он впервые сказал, на мой взгляд, про Ясли от года до трех, про учебные программы. Ну, года до трех учебные программы, конечно, нам бы после трех эти учебные программы хотя бы внедрить. У нас же детские сады, и школы во многом младше еще, это сейфовые хранилища. Их нужно превращать, конечно, в создателей вот этого самого культурного кода. Мы вообще не занимаемся, у нас нет до сих пор даже в проекте этого ГОСТа, почему я категорически возражаю против его утверждения, там ничего нет про так называемый soft skills, про социальные навыки, эмоциональные навыки, то, что мы называем управление собой и взаимодействие с окружающим. Мы детей должны этому учить. Мы должны детям говорить про то, что к Чарльзу Дарвину был Кропоткин, русский изобретатель идеи сотрудничества. Что есть альтернатива этому, человек человеку волк и выживает сильнейший. Стратегия сотрудничества, она всегда более вин-вин, чем любая другая. И это нужно детям закладывать с детства. Что с этим делать? Работать с образовательными системами, с детскими садами, с семьями и оттуда воспитывать всю эту историю. Только так можно и в такой перспективе можно поменять, радикально поменять, наверное, вот эту историю с доверием. Нужно ли этим заниматься? На мой взгляд, я полностью согласен с тем, что сказал и Алексей, и Сан Саныч. Мы очень много бились над этим. Если тебе не доверяет бизнес, ты не можешь проводить никакую экономическую политику. Поэтому, первое, это открытость. Второе, это есть принцип такой under province over delivery, меньше обещай, больше делай. Я помню, я в 2000 году сидел, был Явлинский, мы сидели в Давосе. И хуй из мистера Путина, говорят, что будет ли проводить реформу Путин. И вопрос был ко всем участникам. Я помню, Григорий сказал, обещать будет, делать ничего не будет. И меня, министра экономики, назначил, будет делать реформу или нет. Я говорю, я не буду ничего отвечать, через три года поговорим. Или через два года поговорим. Ну, ко мне уровень доверия нулевой тоже. Что я буду там, это все слова против слов. Явлинский сказал, что мне не будет. Я бы сказал, нет, мы, знаете, мы что-то будем. Через два года никто такой вопрос не задавал, будет Путин проводить реформу или нет. Все было понятно. Доверие – это всегда действие. Это не слова, это действие. И здесь ключевая история – это, конечно, лидерство, то, о чем было сказано, и искренность. Лидеры должны быть искренними носителями тех ценностей, которые они пропагандируют. Если я говорю одно, а ежедневно делаю другое, никого доверия не будет. Да, давайте поаплодируем. Мне кажется, что это очень ценная история и то, чего, наверное, нам часто не хватает – меньше говорить, больше делать, ориентироваться, видеть результаты, которые достигаются. Но очень часто дорога к этим результатам и о том, о чем сказал Алексей Ильич, вначале лежит через непопулярные решения. То есть сначала непопулярные решения, которые во многом могут подрывать еще доверие населения к тому, что делать потом, возможно, улучшение. Вот я хочу спросить у ОСКА, который сейчас занимается, работает в Финляндии, а до этого был премьер-министром Финляндии. Вот что делать, когда приходится принимать непопулярные решения, которые подрывают доверие гражданам? Как с этим работать? Ну, со ссылкой на собственный опыт. Хотя, знаете, по-другому скажу. Кто-то вчера сказал, что реформатор, он как бомбист-самоубийца, он должен понимать, на что он идет. Нужно понимать, что люди со временем, лет через пять, может быть, и признают, что вы были правы. Но не все до этого момента доживут. И на то, чтобы заработать высокий уровень доверия, обычно действительно нужно много времени. Здесь вот не могу не отозваться на предыдущий тезис о том, может ли Россия стать как Швеция. У нас же похожий вопрос в Финляндии тоже задавался. И вы хорошо знаете, что подорвать доверие гораздо проще, чем его заработать. Доверие зарабатывается десятилетиями, теряется за секунды. Шведы часто говорят, что Финляндия – это страна нереализовавшихся катастроф. И действительно, в 1918 году мы были на грани двух катастроф. Социалистической революции и гражданской войны. 1918, конечно, имеется в виду. Больше того, нам удалось в том же году избежать контрреволюции, потому что тогда у правых в Финляндии была очень жесткая позиция о том, что все обязательно нужно зацементировать. А цементировать при очень низком уровне доверия очень опасно. К счастью, этой катастрофы нам тоже удалось избежать. В 1919 году страна стала прокладывать совершенно другой и политический, и экономический курс. В 1919 году, мне кажется, Финляндия была самой бедной страной в западном мире. И если вы сейчас меня спросите, а как же мы дошли до жизни такой к 21 веку, я скажу следующее. Мы приняли три важных решения, которые, среди прочего, работали на повышение уровня доверия. Во-первых, мы приняли решение строить свое будущее в условиях верховенства права. И в этом смысле мы научились у шведов. Ну, как вы понимаете, Финляндия когда-то была частью Швеции. Ну, Финляндия входила в состав Российской империи, но там не все так гладко было с верховенством права. Во-вторых, мы приняли решение... открыть больше возможностей для социальных изменений. Мы провели земельную реформу, образовательную реформу, ряд других реформ, которые, по сути, позволили людям находить и использовать социальные лифты. Не всегда можно обеспечить всем равный уровень достатка. Но если вы показываете людям, что есть возможность хотя бы улучшить собственное положение, это уже здорово работает на уровень доверия. Мне кажется, что во многом именно эти реформы помогли Финляндии сделать большой скачок вперед. Третьим фактором я бы назвал уверенность в социальных институтах, под которой я понимаю действительно распространенная в финском обществе и уверенность в том, что ко всем будет равный, что ли, равное обращение. Не то, что, знаете, друзьям все, врагам закон. То есть люди хорошо понимают, что вне зависимости от того, какой у них политический капитал, из какого региона страны они приехали, они могут рассчитывать на, в общем-то, равные возможности и обязанности в рамках существующей системы. Конечно, демократические институты в этом смысле играют очень важную роль. Я часто задавался вопросом о том, что мы на самом деле понимаем под доверием, потому что здесь не первый раз обсуждается тема доверия. Я боюсь, что если мы начнем сейчас проводить опрос, выясним, что определений будет много. Ну, Алексей Мордашов здесь всем известная фигура. Я с ним впервые встретился лет 15 назад, а может быть и больше, но 15 лет назад мы взялись обсуждать различия между Финляндией и Россией. И мы даже решили с ним вместе поехать в Лапландию. Поехали. И меня Мордашов спросил, вот ты как понимаешь доверие, Эско? А мы ехали в этот момент по очень узкой дороге, шедшей прямо по берегу реки. И я понял, что у меня на ответ совсем мало времени, буквально пара секунд не было времени на качественный теоретический анализ. И я сказал, вот смотри, Алексей, вот там сейчас будет поворот, причем он непросматриваемый, слепой поворот. Там, скорее всего, нам навстречу едет машина. Ты, конечно, будешь ехать по своей полосе, но при этом ты будешь рассчитывать на то, что и едущий тебе навстречу водитель не заедет на твою полосу, несмотря на то, что это должно быть как-то прописано в правилах дорожного движения. То есть здесь есть какое-то доверие тому, что и другие люди соблюдают те же правила, которые соблюдаешь ты. Мне кажется, это хороший способ ответить на вопрос о том, что считать доверием. Конечно, уровень доверия различается не только от страны к стране, но и внутри страны может сильно различаться. Вот гарвардский профессор Паттнам, с которым я встречался пару лет, он написал книгу про Италию, где он очень интересно указывает на то, что уровень доверия гораздо выше на севере страны, но не на юге. И он это объясняет тем, что позиции гражданского общества на севере Италии гораздо крепче. Говорит о том, что и социальный капитал лучше развит на севере. То есть есть различия и между регионами. Здесь культурная специфика, очевидно, очень и очень важна, и поменять культуру очень трудно. Заключительный комментарий. Мне кажется, что в современной политике мы столкнулись с очень важной глобальной проблемой. И об этом, собственно, Пол Полман уже говорил. Чем занимаются политики в условиях засилия соцсетей? Все, что делают политики, это, по сути, часть политической компании. Но я человек уже пожилой. Я участвовал в политических баталиях еще в 90-х годах. И я помню, что тогда мы тоже участвовали в политических компаниях, но эти компании были ограничены по времени и происходили непосредственно в рамках электорального процесса или непосредственно ему предшествовали. А сейчас все, что делают политики, делается с ориентацией на то, как это повлияет на их переизбираемость. И это, конечно, тоже подрывает доверие в обществе. Мне пока не удается до конца, кроме как от Германа Ускача, добиться вопроса, что делать. Ну, единственный человек, который нам сказал, что делать, был мистик Греф. Так что, давайте подниматься на видео жителей, обсуждать, как это делается в Канаде. Мистер Никитин в Нижне-Инаме региона. Самый регион не с очень высоким уровнем доверия. Что конкретно делалось для повышения доверия, что оказалось удачным? Неудачный пример не надо, тут уже мы много услышали. Что именно сработало хорошего на повышение доверия? Спасибо. Несколько таких идей сработало. Самая главная идея – это партиципаторное бюджетирование, это проекты местных инициатив. Мы огромную по местным меркам сумму сегодня расходуем на благоустройство, на местные дороги, на ремонт социальных объектов по проектам местных инициатив. Я совершенно не ожидал. Там критерий отбора очень простой. Чем больше людей в поселении участвуют в выборе, тем больше шансов победить. У нас порядка 30 проектов в этом году было поддержано, то есть 30 поселений из больше сотни, которые есть на территории. И там процент участия был 80-90%. То есть 1300 человек живет, 1000 приходит, то есть 1300. Вот эти проекты были самые успешные. И эти проекты позволяют людям принять решение, что им на самом деле нужно. Абсолютно разные. Кто-то строит дороги, кто-то делает спортивные площадки, кто-то наоборот дома культуры. То есть ничего лучшего с точки зрения ответа на предложение со стороны власти, с моей стороны, я не видел. И мы это будем расширять. То есть все, что можно делать через местные сообщества, мы будем делать через местные сообщества, позволяем принимать те решения, которые они считают правильными. Убирая отсюда элемент какого-то принуждения, элемент какого-то диктата со стороны региональной власти. Вторая история, мы здесь были не первыми, но она тоже сработала. Это история, связанная с разного рода общественным контролем. Активный гражданин в Москве, вечевой колокол в Новгородской области. Очень просто. Когда мы демонстрируем, что мы готовы наказывать тех, кто что-то делает плохо, мы становимся на одну сторону с гражданами, а не с нарушителями. То есть власть перестает ассоциировать с теми, кто не закрывает люки, кто плохо делает ремонты и так далее. Тут очень важно, конечно, внедряя такие системы, действительно добиваться исполнения тех вещей, о которых люди говорят. Третья история, это все, что связано с принятием решений по вопросам развития социальных объектов. Вот здесь нужны большие данные, мы только пробуем это, потому что все время у людей возникает подозрение, что этот детский сад строится рядом с квартирой какого-то чиновника. Большие данные позволяют показывать, где на самом деле нужен детский сад, где нужна спортивная площадка и так далее. Вот сегодня мы находимся на этапе эксперимента с тем, чтобы таким образом, независимо от чего-то персонального мнения, выбирать площадки для социальных объектов. И самое главное, вот я абсолютно согласен здесь с Германом Оскаровичем, про министра образования или министра просвещения, как он называется, действительно, именно в школе закладывается вся культура сотрудничества, в школе и в колледже. Вот я сейчас скажу не о детях, я скажу о том, что мы с бизнесом в Новгородской области выстраиваем доверие через дискуссию, какие специалисты нам нужны. Вот по сути лучшая площадка для меня сегодня для взаимодействия с бизнесом – это колледж, где мы обсуждаем, кого мы готовим, почему мы готовим этих детей, во что мы инвестируем. Это всегда разговор, который можно вести с любой компанией. Если компания интересует будущее, она будет со мной разговаривать на тему будущих специалистов. Вот, наверное, долгосрочно, с точки зрения экономики, образования – это самое главное, с точки зрения формирования доверия. Спасибо. Спасибо большое, Андрей, за эти конкретные практики и за то, что вы делаете. Алексею Леонидовичу хочу дать слово, поскольку ему придется сейчас уехать, посмотреть на новую надежду, я имею в виду, которую нам сейчас выразила надежда, да, вся в зал. Может быть, вам придется сейчас коротко подвести, может быть, итог того, что вы услышали, но если бы вы сказали, три конкретных шага по поднятию доверия, которые нужно делать, что называется, может быть, прямо сейчас, пока такое некоторое воодушевление есть. В два часа действительно в Думе будет рассматриваться утверждение нового премьера. Я должен уехать. Я очень коротко, прямо очень коротко. Во-первых, с моим коллегой Гермом Носкичем хочу в одном части себя поправить, ну, уточнить свою позицию, в чем-то не согласиться, а в чем-то согласиться. Очень брифли. Первое, перераспределение. Всегда ли это игра с нулевой суммой? Если мы уменьшаем дотации слабым предприятиям, неэффективным, то это запускает элемент конкуренции. И открываются новые возможности, и желание не попасть в этот список отстающих, потому что тебе никто не поможет, запускают другие созидательные силы. В этом смысле мы будем, скорее всего, ожидать тогда активности и конкуренции, бизнес, внедрения технологий и прочее. И в конечном счете темп роста. Первое, это я, скорее всего, себя уточняю. Во-вторых, можно ли стать шведами? Вот наш СК Аха сказал, что Финляндия была и частью России, и частью Швеции, и все-таки сегодня достигла тех элементов. Но я приведу тех каких-то стандартов или, может быть, то, что мы называем культурного кода. Но я приведу другой пример. Россия в 90-х была Россией не платежей, а в середине нулевых это была страна, которая по мировым сопоставительным анализу, была одна из самых лучших по контрактной дисциплине. Но, значит, мы сумели это сделать. Но вот известный спор, если у нас предпринимательство в нашей стране, вот после того, как 70 лет у нас это убивали. Хочу сказать, что дайте свободу, дайте возможность конкуренции. Наши предприниматели, особенно новое поколение, способны конкурировать абсолютно на равных условиях. И в этом смысле, Герман говорит, это тоже доверие. Важно, чтобы правила были. И вот эта свобода была, что она не изменится, вот эти элементы свободы, особенно в новейших, вот этих инновационных отраслях. Чем больше тем ограничений, тем меньше мы создадим и будем искать другую юрисдикцию, где этой свободы больше для эксперимента. В том числе это относится к сфере искусств. Чем больше мы будем запрещать выставок, тем меньше у нас создастся новых шедевров, новых шагалов и новых других известных художников. Последнее, я с чем хочу согласиться, министр образования. Да, когда у нас с макроэкономикой и финансами в целом все хорошо, вот тогда действительно на первое место выходит всегда министр образования, потому что он закладывает основу этих компетенций. К сожалению, я бы сказал, к сожалению. У нас сегодня, кстати, министерство просвещения выставляет на первое место не обучение компетенциям, а воспитание, но воспитание – это не тот код, про который вы говорите. Это некое такое вот, скорее послушание, вот скорее уважительное там или другие какие-то известные для нас России коды, но недостаточные в том смысле. И, наконец, к тому, что делать. Вообще самое узкое место сегодня в России – это доверие к судебной и правоохранительной системе. Самое узкое. Все, вышло на первое место, оторвалось от всего остального. И, конечно, с этого надо начинать. Это прерогатива, вообще-то, президента. Но у премьера здесь очень большие возможности двигаться на этом, потому что он защищает бизнес или экономическую среду. И здесь он должен инценировать эти вещи. Я приведу пример. Мы в Центре стратегических разработок разработали два десятка мер улучшения судебной системы. На уровне обошли все первые лица страны, от президента до премьера и других. Поддержано было в целом, как идея, 22 меры по совершенствованию судебной системы, ее независимости, прозрачности и прочее. Прошли все испытания юристов и финансистов 18 мер. И в целом мы договорились, то есть это все, от Верховного Суда до администрации президента правительства. Внедрено пять, из них три частично. Вот почему мы не можем исполнить то, о чем мы договорились? Это важнейший элемент, который обрушает просто доверие. И сегодня я бы, допустим, предложил вернуться к некоторым из них. Там не сверх реформы, но там существенно совершенствованные реформы. Что еще важнейшим, вот вторым я бы назвал, это открытость. Вообще один Мюнхенский институт недавно в исследовании показал, что открытость государства снижает протестную активность. Перестают домыслы существовать или рождаться по поводу того, что там правительство где-то внутри себя, втихую, в кулуарах перераспределило, кому-то дало, каких-то олигархов пригрело, кому-то заказы дало. Чем больше открытости. И вот мы, я был еще министром финансов, открыл все контракты России на закупки от федерального уровня до муниципалитета. Это беспрецедентная вещь, даже в мире не так много таких примеров. А сегодня, как счетная палата, мы запустили новый инструмент, сервис, где называется госрасходы. Можете попробовать. В два-три клика вы увидите любой контракт любой организации и через специальный механизм можете сравнить контракты. Ну там индикаторы мы сейчас наращиваем. В схожей сфере разных больниц, там по закупкам лекарств или разные, значит, другие учреждения. Открытость. Фундаментальное правило для повышения доверия. Ну и, конечно, стратегическое планирование. Потому что если вы договорились о том, что это важный приоритет, то надо этим заниматься, а не откладывать на второе место, и текучка не должна убивать. Я сегодня повторяю, как вчера на нашем дискуссии. Если мы договорились о каких-то стратегиях и пунктах, то мы не должны приводить к тому, что выполнение этих документов становится факультативным занятием. Оценка выполнения госпрограмм, нацпроектов не приводит ни к отставке министров, ни к наказаниям, ни к принятию каких-то более серьезных решений. Поэтому ответственность и целеполагание, но и ответственность за то, что мы договорились – важнейший институт. Не умеем этого делать. Нет этой культуры штабной, производственной. Значит, не работает вся система. Спасибо. Можно я одну фразу, пока Алексей не ушел? То, что Алексей сказал в отношении доверия бизнесу, это еще одна фундаментальная вещь. Доверие – это улица с двусторонним движением. Если ты не доверяешь обществу, если ты не доверяешь бизнесу, то бизнес не доверяет тебе. Мне кажется, это ключевая история. У нас в какой-то момент произошла деформация. И нужно, правительство должно доверить бизнесу. Потому что нет иного способа производства. Никто больше не создает ценности, кроме как бизнес. Можно с тобой согласиться. Знаете, я очень люблю модерировать дискуссии, где участвует Алексей Леонидович Германовский. Потому что, в принципе, в какой-то момент можно перестать модерировать. Они начнут о чем-нибудь спорить или в итоге, наконец, соглашаться. И, в принципе, всем не будет скучно. Тем не менее, я прошу еще, мы сейчас будем завершать потихоньку дискуссию, поставить последний слайд, который был у Александра Александровича Аузана, и вернуться к нему вопросом, что делать. Но пока возвращаясь к тому, что рассказывал Герман Оскарович, одновременно и про судебную систему, и про культурный код. Месяца два назад в интернете гулял мем. Знаете, сейчас такой молодежь, не только молодежь, любят обмениваться мемами. Там был такой мем, когда там, значит, людей, таких нарисованных человечков спрашивают, доверяете ли вы полиции и судебной системе? Они все такие, нет. Вернуть ли смертную казнь? Да. Вот. Да. Это вот такой примерный разрыв. То есть, да, не доверяем, но смертную казнь давайте вернем. Вот. Поэтому что делать? И это все-таки на стыке. Да, спасибо. Герман Оскарович, вообще дилемма заключенного – это любимая российская тема, разумеется. Потому что, знаете, врачи говорят, что нет людей здоровых, есть недоисследованные. Я бы сказал, что в России нет людей невиновных, есть люди недорасследованные. И поэтому дилемма заключенных очень актуальна. Но насчет вывода из дилеммы заключенных. Принципиально это вещь в другом, дамы и господа. Действительно, если вы играете в это как в одноходовую игру, то есть вы больше не встретитесь с этим человеком, вам лучше его предать. Но если это многоходовая игра, то вам лучше доверять друг другу. И поэтому мне кажется, что вообще главный вопрос страны – это мы в короткую играем или все-таки в длинную? Потому что сейчас мы все играем в короткую. И именно поэтому пилить бюджеты гораздо правильнее, чем инвестировать в человеческий капитал. Теперь к тому, что все-таки можно делать для того, чтобы уйти от этой ситуации. Не сговариваясь с Германом Осковичем, хотя мы, конечно, разговаривали не раз об этих темах. Если мы посмотрим, что происходит в России, социальный капитал вообще-то немножко подрастает в России. Немножко подрастает. То есть процентов, наверное, на 10-12 за 10 лет. Почему? Причем я могу сказать, что сейчас он начнет расти быстрее. Два главных фактора. Образование, даже плохое образование повышает доверие. Наращивает социальный капитал. Мы сейчас имеем во многом, во многих слоях плохое образование. Скажем, тысячи вузов, которые были созданы в 90-е годы, они, в общем, скорее занимаются просветительством, чем профессиональным образованием. Но оттуда выходит средний класс. То есть люди, которые понимают, что динтурат ведь вредно, фитнес находится за углом, а там, кроме депозитных ставок, бывают еще облигации. И вот эти люди, они уже с более высоким социальным капиталом. Это образование, которое еще не начало работать по тем принципам, о которых говорит Герман Оскарич или вот Андрей Сергеевич и так далее. Мы пока этого еще не начали. Второй фактор, который, на мой взгляд, сейчас даст культурный сдвиг. Платформы-агрегаторы. Цифровые платформы. Вы знаете, это ведь принципиально новые институты, которые делают не правительство и парламенты. Мы можем 10 раз говорить, что мы не пустим, например, там, Джека Ма сюда с агрегаторами, да придут те или другие платформы, либо мы их сделаем сами, как, скажем, делает Яндекс, Сбербанк и так далее. Потому что там это вполне сформировавшийся институт, цифровые платформы-агрегаторы. И там высокое доверие людей друг к другу. Вы можете смотреть на Бла-Бла-Кар, на каршеринг. Кстати, по каршерингу Москва на первом месте в мире и в 6 раз сделала скачок за год. В 6 раз. И это ростки доверия. Это культурные факторы. Цифровые платформы образования. Но, мне кажется, сегодня всех интересует, именно сегодня, когда новый премьер утверждается, когда транзит начался, нас интересует, а что надо делать с институтами. И я сказал бы, что, на мой взгляд, нужно делать 3 вещи. Первое. Уточню. Алексей Леонидович говорил о том, что падает доверие всем институтам. Не совсем так. По данным Левада-центра, за последние 2 года губернаторам доверие выросло, Андрей Сергеевич. Церкви осталось на прежнем уровне. Армии выросло, и губернаторам. Там немножко более сложная ситуация. Вот о губернаторах. Мы с российской венчурной компанией провели ежегодные исследования по регионам России, чтобы понять условия для технологического предпринимательства, склонности к предпринимательству. Там, где есть более высокое доверие местной региональной власти, заметно выше склонность к предпринимательству. Но я вам скажу, чем оно блокируется. Потому что реальные предприниматели гораздо скептично на это смотрят. Силовыми структурами. В чем проблема с силовыми структурами? Видите ли, элиты всегда контролируют насилие. Всегда. На то они элиты. Но есть два способа контролировать. Вы либо делите инструменты насилия, друг, разные группы. Да, тебе военно-морской флот, а мне тайную полицию. Тебе следственный комитет, мне прокуратура. Вот это неэффективный способ. Либо вы коллегиально контролируете инструменты насилия. Между прочим, в нашей стране, который назывался СССР, после Сталина с 1954 по 1991 год, был коллегиальный контроль поли-бюро над инструментами насилия. ЦК не цикнет, ЧК не чикнет. Вот сейчас мы этого не имеем. Мы имеем конкуренцию силовых служб по административно-политическим и экономическим вопросам. Это тяжелая история. Поэтому первое, что нужно делать, восстанавливать коллегиальный политический контроль над силовыми службами, считать их экономическую составляющую. Это серьезные трансакционные издержки. И я не думаю, что здесь решающий шаг то, о чем вчера было сказано в связи с Советом Федерации. С назначениями, отзывами, хотя это тоже хорошо. Я думаю, что нужно преобразовывать Совет Безопасности в орган, который будет работать по процедурам, считать экономическую сторону всего этого. Может быть, Дмитрий Анатольевич Медведев с его экономическим опытом мог бы пойти в эту сторону. Второе. Парламент. Коллеги, с точки зрения экономиста, парламент не что иное, как способ управления нашими налогами. Больше ничего. Он больше ничего не делает. Мы только этого не понимаем, потому что россияне не знают, что отдают реально 50 копеек с рубля в виде налогов. 50. Юристы очень не любят, когда я это повторяю. Было 48 после увеличения НДС в 2018 году. Теперь 50 копеек с рубля. Больше, чем в Америке. Меньше, чем в Скандинавии. Но в общем среднеевропейский уровень. Кто управляет этим нашим налогом? Да непонятно. Поэтому я бы сказал, что нужны шаги по увеличению влияния налогоплательщика. Нужно переносить налог на доходы физических лиц с предприятия на человека, чтобы он платил в том регионе, где живет. Да, моей родной Москве и Санкт-Петербурге это не понравится. Они потеряют доходы. Но зато люди начнут управлять своим муниципалитетом, вкладываться в свою жизнь. Вот Андрей Сергеевич кажется не прочим. Нужно пользоваться селективным налогом, когда человек может голосовать. Это не просто партиципаторное бюджетирование. Дайте людям возможность, часть НДФЛ, как вот в пенсионной системе. Вот это в образовании, вот это в здравоохранении. Дайте людям голосовать налогами. Последнее, что я хочу сказать из необходимых мер. Про суды. Понимаете, какая штука? Вот тут у меня, боюсь, что будут позиции маргинальные. Я не за то, чтобы суд был высоко профессиональным и независимым. Я за то, чтобы он стоял на серьезной репутационной основе. Сейчас я поясню, что я имею в виду. С моей точки зрения, в истории было масса случаев, когда люди жили без законодательной власти, без исполнительной власти. Без исполнительной власти можно жить. Анархия вполне возможная вещь. Но без судебной власти жить нельзя. Кто-то должен решать споры. Она есть всегда. Так вот. Если наши суды реально не работают, это значит, что работает кто-то другой. Может это криминальный авторитет. Может это старейшина. Кто-то еще. На мой взгляд, судьи важны не профессионализм, а репутации. Потому что задача судьи решить вопрос так, чтобы конфликтующие стороны считали это решение справедливым. А юристы сопровождают эту историю, как в суде присяжных. Там присяжные принимают главное решение, а судья его пакует. Я считаю, что мы должны переходить к институтам репутационного отбора судей. Пусть они будут непрофессионалы. Пусть это будет как в территейских комиссиях и судах бизнес-организации. Вот эти вещи, мне кажется, могут значительно поднять институтное доверие и присоединиться к тем культурным мерам, которые связаны с образованием, с цифровыми платформами, пространственным развитием. Спасибо. Спасибо большое. Извините, я хочу извиниться перед спикерами, но нам нужно как-то удержаться более-менее в графике, поэтому мы будем заканчивать сейчас дискуссию, чтобы все успели на другие сессии и то, что было запланировано. Я хочу поблагодарить всех за дискуссию. И вот я для себя записала основные пункты, которые звучали как те меры для повышения доверия, которые помогли бы, наверное, нашему экономическому развитию. Судебная система, меритократия, отбор по компетенциям и знаниям, не по связям, последовательность терпения, дела, а не слова, то есть то, когда это доводится до результата, образование, школа, где уклон в том числе идет на soft skills, и отдавать решения людям, или хотя бы на тот уровень полномочий отдавать и принятие решений ресурсы, где можно услышать людей и сделать то, что они на самом деле считают важным. Надеюсь, что что-то из этого мы увидим. Спасибо большое всем за дискуссию. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова